В детских садах Владивостока состоялся конкурс «Юный исследователь». Дети по-взрослому защищали свои проекты. Воспитанники детсадов очень любознательные и активные. Их работы охватывают разные сферы жизни. Вот несколько тем их исследований. Шоколадная страна. Почему извергаются вулканы? О чем молчит ракушка? Сколько плавников у рыб? Идея, конечно, очень интересная, потому что ты варишься в собственном соку, если можно так сказать, внутри своего дошкольного учреждения, да, и получаются очень интересные работы. И хочется поделиться успехами детей на обозрение, например, города. Почему бы и нет? И когда пришла идея поучаствовать в этом проекте, мы, конечно, с радостью согласились. Исследования дети могли делать как коллективно, так и каждый самостоятельно. Для юных исследователей были предусмотрены такие номинации, как «Я исследователь», «Математика», «Физика», «История и общество знания», «География и экономика», «Биология», «Химия», «Экология», «Психология», «Искусство и технология», «Физическая культура» и «ОБЖ» в соответствии с особенностями возраста. Сначала лук появился в Китае, а потом в других странах тоже очень-очень. Я всем рассказала, как выращивать лук. Чтобы вырастить лук, мы до лучшего роста срезали хвостик и макушку. У каждого лука. Мы посадили лук в стаканчики, и он у нас вырос. Я хочу вам дать совет. Пожалуйста, ешьте всегда лук и будьте здоровы! Спасибо за внимание. Конкурс «Юные исследователи» во Владивостоке был организован впервые. Раньше считалось, что дошколята не могут проводить исследования. Но оказалось, что это неправда. Такие соревнования помогают развить исследовательскую деятельность малышей и поддержать способных и одаренных. Владимир Огниев, Дмитрий Беломеснов, Алина Кузина, Игорь Болтов. Новости на восьмом.